здравствуйте всем я оксана и жизнь как она есть я хотел показать мне не как я буду же с утра в 5 15 как на улице светло сейчас переключусь на улице вот так вот светло я уже завела машину позвонила в аэропорт рейс опять чуть-чуть задержался будет 6 15 поэтому мне сейчас попью кофе пока то есть у меня сегодня цыплята прилетают видела только это красная будет роза ночью себе а это вот это вот колючим вот так вот спать хочу конечно а потом при этом не еще творог варить потому что я уже способного начинаю варить как раз так получится вот такое у нас яркое солнце даже без очков не обойдешься это с их а даже то что она в спину светит вот такие у нас лужи на нашей улице как всегда раньше было это идеальная улица просто ровная пока в конце улицы не поставили шлакоблочный цех и сейчас по дороге визит эти большие машины с этим перевозят шлакоблоки и всю дорогу раздолбили как говорит наша администрация нашего поселка то возможно в двадцать третьем году будут делать нашу улицу но посмотрим в группах ватсап скидывали план где это данька звонит алё на не звонил чё так от меня не разбудила забрать я сама заберу там немного а как ярко пустые дороги то что мне нравится утро там ночью загруженности практически никакой нет автобусы только начинают выходить на линию он один-второй но здесь заправка находится газовая терминал у меня находится рядом совсем здесь кто давно меня смотрит знает буквально пять минут поезды мне что-то в глаз попало и вытащить не могу надо было закапать у меня ресницы загнулась 6 часов утра уже магазин открывается ребята молодцы работают с самого утра и до самого позднего вечера сейчас получу свою живность это поставка бролеров первое дальше будет кошмар даже в очках не она пробивает солнце дальше после 9 мая будут поставки уже это гуся в этом году большие заказы не знаю как я буду их размещать как всегда мы выкрутимся с любой ситуации по-другому быть не может знаете в таких каких-нибудь экстремальных ситуациях наоборот где мозг начинает работать как так по-другому мобилизуется что ли все и все я уже почти приехала на финишной прямой здесь тоже улица раздолбанная такая да я хотел со мной ехать я забрать ты заберу это уже дома здесь он вынесет не поможет здесь в аэропорту ребята помогут загрузить закрытые будем сигналить и говорит что у нас живой груз здрасте у нас там живой груз уже предупредили вот сейчас днем обычно ворота вот здесь его в аэропорту открыты ну давай 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 вот открывается а на ночь конечно и закрывает а раньше это была целая система ну просто нужно было ехать пропуск выписать это другое кпп оплатить потом приехать сюда подняться пройти этот контроль полностью тебя просветить должны были и только потом ты мог заехать на территории аэропорта сейчас это попроще сейчас пойду там эти сиденья разложу чтобы туда поставить удобно машинка у меня в том отношении что она вместительная все даже доски даже доски трехметровые они у меня сюда входят все пойду узнавать паспорт возьму сейчас я предупредила заранее позвонила что у нас живой груз и чтобы птицу забирали на теплой машине а то бывает что погода на улице вот как сейчас около двух градусов наверное и они могут ее привезти один раз было такое что не страусов нам привезли на открытые машины это не есть хорошо поэтому звонишь предупреждаешь пошла пошла зашла узнала эти глаз красный что-то в нем сидит самолет только приземлился сейчас в первую очередь их снимут и подвезут ну вот посижу подожду поспать мне все равно не получится точно точно сейчас чихну ну все жду слышите какой щебет стоит вон они пищат пищат здесь не так много здесь всего 480 голов первую партию я же уже говорил что остальное все будет после 9 мая сейчас будем разгружать посмотрим как они долетели как что такой приятный писк сейчас поэтому помимо молочки у нас добавится еще и вон цепушки и там у нас скоро вывод индейки цесарки все утка к концу этого мая выйдет жизнь бурлит кипит и не стоит на месте все я домой ну все высадились а здесь охрана линда охраняй цыплят а эти сложить дай ну так в кучку сложить вон любопытно сидит охраняет давала ей цыпленка она просто нюхает смотрит ничего да не сидят шумные такие первым делом после перелета нужно дать попить сначала вода и только часа через два корм поэтому вот они пьют вот водичку налили перелетели нормально все хорошо ты будешь охранять сидеть линда линда кто это скажи так много скажи так много охраняй себе охраняй охраняй так хочется хочется да скажи такое я еще не видела так много вся мокрая вся взъерошенная пожалела что нацепила куртку вышла из дома это было прохладно но пока мы ходили в магазине это был какой-то кошмар Ваня сидит тоже злой как собака на этот бухтел 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 мы же приехали посмотреть приехали посмотрели на 14 тысяч вон там вон продуктов и немножко химии посмотрели это Михалыч мне сказал съездим посмотреть там открылся магазин новый так недалеко от нас ну вот съездили посмотрели и заметьте мы ничего лишнего не взяли все нужно я люблю чтобы всегда продукты были с запасом без крупы чтобы все это лежало поэтому лишнего Ваня мы ничего не взяли не бухти а что ты Кирилла не взяла я не знала куда я еду посмотри сюда вот посмотри а что ты даешь сними очки покажи свои бесстыжие глазки а вот вот ладно едем там вся вот мокрая просто еще звонки меня от это пока мы там выбирали на кассистую рассчитываюсь все из дома звонят бабушка звонит по заказам звонят вот так я злюсь хочется прям вот куртку себе еще нам заехать нужно прокорм взять и лампочки но это все по дороге и баню хочу сегодня хочу баню Ваня ты сегодня в баню купишь? да да ну все ладненько поехали мы дальше возможно я я сегодня начинала утро у этого окна ну и вот завершу свой ролик наверно возле этого окна свет светит на улице уже темно а Михалыча еще нет он еще на делянии а я жду еще покупателя сейчас подъедут за бролерами за цыплятами сегодня уже часть продали ну вот видите поредили ребят так говорится и весь день у нас то молоко то покупатель за молоком то покупатели за бролером и вот такая движуха не дает как будто сидеть на месте ну а движение что? а движение это жизнь вот съездила сегодня также за комбикормом вот взяли намешали прокорм очень дорогой получается прокорм у нас стоит так сейчас скажу сегодня мы взяли по 530 рублей это 5 килограмм всего весом поэтому но беру постоянно прокорм чтобы был такой правильный старт другие комбикормов у таких хороших у нас ну нет ну есть все еще но он еще дороже но к этому прокорму я добавляю ячневую пшеничную кукурузную крупу вот не забыть сухое молоко и сухой яичный порошок это можно сухую смесь детскую даже честно говоря можно просроченную это увеличивает протеин в корме тем самым способствует хорошему росту этих цыплят вы знаете самое интересное они съедают в первую очередь эти зерно а потом уже прокорм на улице вот как раз у меня машина заезжает в ограду да сегодня еще должен быть не видно меня сегодня ну заезжай заезжай уже сегодня еще должен быть салют у нас сто лет нашей республики сегодня сегодня был выходной день по городу всех государственных предприятий в общем так ну иначе я сейчас пойду отпущу как говорится покупателя но на сегодня все ну не теряйте нас правда движение просто такое интенсивное но это время время работы у нас вот такое весна загруженность у нас такая большая а потом стройка и все такое ну в общем все лето у нас будет такое поэтому на сегодня все всего самого доброго я все равно с вами всего самого доброго светлого хорошего всего того что вы сами себе пожелаете ну все всем пока пока а у меня звонит вот телефон все пока м м м м м Субтитры создавал DimaTorzok